Владимир Владимирович Маяковский – один из крупнейших поэтов прошлого века. Первым стихотворением для малышей, которое написал Владимир Маяковский, было стихотворение «Тучкины штучки». Плыли по небу тучки, Тучек четыре штучки, От первой до третьей люди. Четвертая была верблюдик, К ним любопытством объятая, По дороге пристала пятая. От нее в небосинем лоне Разбежались за слоником слоник. И не знаю, спугнулось, стаяли, Тучки взяли все и растаяли. И рядом за ними, Бонясь из жирафа, Солнце погналось, Желтый жираф. Ребята, вашим мамам, папам, Дедушкам и бабушкам Хорошо известен рассказ для малышей в стихах «Что такое хорошо» и «Что такое плохо», Который Владимир Маяковский Сочинил 95 лет назад. И вот уже почти сто лет Детишек и их родителей Радует это стихотворение, По мотивам которого был снят даже мультфильм. В нем грязнули, дрочуны, Неряхи и трусы, Строго осуждаются, А трудолюбивые и смелые ребята, Соблюдающие чистоту и порядок, Бережно относящиеся к вещам, По праву являются примером для подражания. В стихотворении поэт к нам обращается. Помни это каждый сын, Знай любой ребенок, Вырастет из сына свинь, Если сын свиненок. Владимир Маяковский Сочинил еще много Интересных стихотворений для детей. Ребята, попросите своих родителей Взять в нашей библиотеке Книгу со стихами Маяковского. Они вам точно понравятся. Крошка-сын Крошка-сын К отцу пришел И спросила Крошка, Чего такое хорошо И чего такое плохо? У меня секретов нет, Слушайте, детюшки, Папа-ветова, Ответ поместили в книжке. Если дождь очень льет, Если град загрохал, Каждый знает, Это вот для прогулков плохо. Дождь покапал и прошел, Солнце в целом веке. Это очень хорошо и большим, и детям. Если бьет Большой драчун Слабого мальчишку, Да я такого не хочу Даже вставить в конюшку. Если тот кричит, Не трожь тех, Кто жлабы уже ростом. Этот мальчик Вот так хорош. Заглядение просто. Если мальчик Любит труд, Тычит в книжку пальчик, Про такого пьюшу тут. Он хороший мальчик. От вороны Карапут Убежал за охом. Но этот мальчик Просто трус, И это очень неплохо. Если сын Чернея ночи, Грязь лежит на рожице. Это очень-очень Плохо для ребят в Маяковске. А вот в стихотворении «Кем быть?» Владимир Маяковский рассказывает малышам о профессиях, О том, что все работы Очень важны и хороши. В поисках своего призвания Мальчик попадает То в столярный цех, То в паровозное депо, То в кабинет врача, То на палубу корабля. Ведь каждый должен быть занят своим делом, Тем самым, внося вклад В общее благополучие населения. Совсем скоро Вы тоже будете выбирать профессию На всю жизнь. Поэтому уже сейчас Нужно задуматься о будущем. Выбрать работу по душе. Как сказал один мудрец, Если человек не знает, В какой пристани он держит путь, Для него ни один ветер Не будет попутным. Чуть ли не первый вопрос, Возникающий у людей при знакомстве, Кем вы работаете? А кто твоей мама и папа? Наверняка вы тоже часто спрашиваете Об этом друг у друга. Книгу переворошив, Намотай себе на ус, Все работы хороши, Выбирай на вкус. А вы знаете, А вы знаете, Что некоторые профессии Почти или совсем исчезли? Например, кучер. Это человек, Управляющий лошадьми. Фонарщик проверяет фонари. Пряха, Пряха, Женщина, Занимающаяся ручным придением. Прячка, Работница, Которая стирает белье. Стряпчий, Стряпчий, Придворный слуга. Трубочист, Специалист по проверке и очистке печных труб. Городовой, Полицейский служащий. Афиня, Странствующий по деревням торговец. А некоторые профессии появились только недавно. Например, Программист, Менеджер, Летчик, Крановщик, Космонавт, Электромонтер, Ведущий программы новостей, Режиссер программы новостей, Мультипликатор. Огромное многообразие мира профессий, вследствие того, что один человек не в состоянии делать все нужное для жизни. Например, Над созданием одной, Пусть даже самой маленькой книги, Трудится очень много людей. Лесорубы валят лес. Рабочие на бумажной фабрике Изготавливают из этого леса бумагу. Шахтеры добывают уголь и руду. Металлурги варят металл для полиграфических машин. Машиностроители делают машины. Над созданием книг Трудятся также Наборщики, Печатники, Переплетчики. И только потом Книги попадают На прилавки Книжные магазины. А теперь Давайте вместе подумаем, Без чего книга Никак не может появиться на свет. Кто собирает факты, Изучает жизнь героев будущего произведения, Придирчиво отбирает Самые нужные слова. Именно те, Что заставят нас потом плакать Или смеяться. Правильно понять какой-то предмет. Конечно же, писатель. А помимо сюжета, Что делает книгу Еще интересней? Над книгой Работает также Художник, Иллюстратор. Это тоже Очень важная профессия. При отсутствии рисунка Такие строки, Как, например, Льва показываю я, Посмотрите, На те! Звучали бы более чем странно. Это строчки Стихотворение Владимира Маяковского Что ни страница, То слон, То львица. А в будущем Актуальны будут профессии, Связанные с экологией, Геноинженерией, Профессии, связанные с освоением Морских глубин, Космоса, Развитием робототехники. Ну что же, ребята, Мы с вами Хорошо потрудились. Теперь Можно и отдохнуть. А вы умеете Разгадывать кроссворды? Тогда приходите к нам В виртуальную игротеку. Разгадывайте кроссворды И участвуйте В интересных викторинах. До встречи через неделю В летнем читальном зале.